мой сегодняшний штурман я правильно сказал штурманиха довольный такая счастливые подняли в 5 утра человек радостный видно даже из-под шлема улыбку просто просто блистает сияет светится покатушка как я долго это ждала ждала последние десятки лет этого когда же когда же я помчу и вот наконец-то случилось ждем сейчас на точке на первой точке на заправке договорились встретиться с олегом с нашим сегодняшним ведущим с нашим прокладчиком маршрутов с нашим сусанином который нас будет водить который нас будет заводить во всякие интересные места надеюсь надеюсь с легким экстримом чтобы было интересней ждем ждем надеемся что скоро приедет и мы не затянем старт нашей покатушки так вчера его перенесли старт под на полтора часа раньше решили выезжать дабы у нас было больше времени на все мероприятия которые мы запланировали ну и вот хотелось бы не опаздывать хотелось бы тогда выехать пораньше потому что подъем был очень ранний хочется спать но бодрое настроение в связи с тем что мы наконец открываем сезон наконец-то начинаем выкатываться она конечно все все побаривает и придает хорошего настроения это наш вид ведущий олег опоздун я бы даже сказал опоздец мы его столько времени ждем он говорил что надо быть в 7 на точке сбора время уже доходит 9 он только-только приехал ни стыда ни совести тем более вся остальная группа которая ждет она вообще его съест сожрет я бы даже сказал эх ты опоздец полный ну вот дождались олега выезжаем ребятам на основную точку встречи 2 и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Сколько не видались А вот наш Михаил приехал Даже не помылся на грязном Я уже все собрал грязь Не помылся на грязном Снимайте Вот Или может из-под прокладки Из-под него А может из-под датчика Не, из-под датчика здесь смотри Здесь видишь резьба сухая Значит из прокладки Сейчас приедем Встанем Чуть-чуть надо будет пробежаться Протянуть Слегка Здравствуйте Там кто-то утонул Утонул Что по следу пошел По следу нельзя Рядом надо идти Я тем более еще посмотрел Привод здесь Ну потому что тоже по следу Да Не, надо вдоль следа Ну еще поларис он длинный Нормально, нормально Он как раз и не закапывает Пересохал, пересохал Ну не надо просто Нормально Он кстати прям правильно делает Помогает лебедка И прям чуть-чуть подкручивает колесами Прям потихоньку Газа! А разговоров-то было Прошли речушку с болотцем Маленько и сгваздались Ну совсем чуть-чуть Я-то вообще По лайту прошел А остальные полезли в колею Даже побуксовали Ну это нормально Ну вот любишь ли приключений Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Еще пока he Продолжение следует... Заехали куда-то в лес и уперлись, судя по всему, в речку. Да, здесь, похоже, не только речка, но еще и обрыв. То есть, очкошники, боимся какую-то маленькую речку. Вот дожили, а! Вот это покатушки! Начинаем позориться! Я не на БРП! Никто не на БРП! Если бы на БРП, мы же давно бы следующую речку форсировали. Ну, а что, вот по трубе, если только аккуратненько. Не потянули, еще один брод. Слишком глубоко, слишком крутые берега. Поездим искать объезд. Красивoro Семья Красиво Субтитры делал DimaTorzok Вот это то что вытекает из этого голубого озера тоже такая прозрачная голубенькая водичка А когда я ем сейчас пока будешь впечатлеть все съедят Ну это да Вот Денис не даст соврать Что? Кто не работает тот ест Учись студент Михаил хватит доедать лук Ну здесь на таком количестве лука и майонеза может существовать автономно как минимум до завтрашнего дня И вот наконец-то пришла долгожданная квадроциклетная погода Поднялся угрожающий ветер 25 метров в секунду Слегка колышет арматуру Проносит 8-летних мальчиков Квадроциклисты радуются тому что не будет пыли дорогой К тому что можно будет ехать навстречу дождю Возможно начинающемуся снегу Хотя тучи такие Я бы сказал детские Они наверное скорее всего сейчас рассосутся И дальше Вон уже дальше видно что голубое небо И скорее всего скоро выглянет солнце А пока главный шеф-повар под паралевым дождем Готовит мясо недавно убитой цапли Не устраивает сильно качественные двери на сейф мото Решили немножко их подсломать Потому что слишком хорошо нехорошо Давай сместить попробуем конечно Но мне кажется Короче открывается дверь на ходу Она что вообще откручена Группа квадроремонт Пожалуйста ребята обращайтесь Полевой выезд Вдруг если что-то случилось Где-то на выезде Далеко от дома Далеко от населенного пункта Денис, Михаил Телефоны будут ниже посылки А вот сейчас надо было газу Иначе сейчас воды натаскает и хрен поднимется А напрямую зря А нет пока было нормально Но тут для него круто Тут он кузом спанет Он длинный И никто не снимает Вообще Как два перстапа Дальше 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 Снимаем и прекрасная погода такой климат вот эта красота 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Поехали до какой-то очередной речки. Очень мелкая. Очень мелкая. Ну и заросшие тиной. Олег, похоже, опять хотят пересекать. Ну так-то... В принципе, не глубоко, скажем только вязка. Вот такой вот здесь замечательный водопазик. Но мы его форсировать не будем. Красиво. Красиво. Вот и все. Это все, кто остались. Самые стойкие. Самые дальнобойные. Сегодняшняя покатушка закончена. Голубое озеро посетили. Почти 350 километров. Всем здравствуйте. До новых встреч.